В зале отличившиеся педагоги из всех муниципалитетов региона, преподаватели техникумов, учителя школ и гимназий, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования. Позади у них борьба за звание лучшего на местном уровне. И пусть пока неизвестно имя финалиста, каждый из них уже доказал высокий профессионализм. Эти конкурсы принимают не только престиж профессии педагога, а они являются большим стимулом для дальнейшего профессионального мастерства и самосовершенствования педагогов, которые работают на территории Ленской области. Конкурс профессионального мастерства прошел в нескольких номинациях. Учитель года, воспитатель года, лидер в образовании, профессионал-новатор, сердце отдаю детям и педагог-психолог. За звание лучшего боролись 140 работников образования. Каждый из них имеет свои уникальные методики обучения. Я использую нетрадиционные музыкальные инструменты, которые не входят в основную образовательную программу, такие как диатонические колокольчики, бомбекерсы. Также я изготовила сама очень много нетрадиционных диатонических инструментов. Это трубофон цветной, поющие бутылочки. Все они имеют цвет и звучат по-разному. Интрига сохранялась до последнего момента. Учителем года стал самый молодой участник. 26-летний преподаватель физики Ярослав Бабарин. Родители очень гордятся. Закончил я на самом деле довольно уже давно. Для педагогического опыта 5 лет прошло. Друзья мои не верят до сих пор, что их одноклассник превратился в учителя. Мне эта работа очень нравится, она мне очень по душе. Может это прозвучить тривиально, но я всегда знал, что я буду учителем и никогда не откажусь от своей профессии. Ярослав Бабарин представит нашу область на всероссийском конкурсе «Учитель года», который пройдет в Грозном. И у него есть немалые шансы повторить успех одного из победителей прошлого года, брянского учителя химии Юрия Клюева, который стал одним из лучших педагогов России. Валерия Бурносова, Артемий Маркелов, Владислав Пескунов. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова